Поляризационный оператор С одной стороны, мы с вами уже имеем некий ответ И из него можем получить мнимую часть Это мы сделаем первым пунктом А с другой стороны, у нас есть специальная техника Про которую вам рассказывали на лекциях Вычисление мнимых частей, точнее скачков от амплитуды Это правило Котковского С помощью правил Котковского мы тоже эту мнимую часть вычислим И мы видим, что это одно и то же Напоминаю, что на прошлом семинаре мы получили вот такое выражение Для перенормированного поляризационного оператора Который есть по определению П в квадрате минус П от нуля Это было у нас Проверяйте, 2 альфа поделить на П Здесь стоял логарифм Интеграл Интеграл от нуля до единицы Дх Х, х с чертой А здесь стоял логарифм М квадрат минус Х, х с чертой Ку квадрат Минус и ноль Из прескрипции Феймана для пропагаторов Вот этот минус и ноль здесь был Поделить на На м квадрате Вот Это наш ответ В однопрямом приближении, которое мы получили Понятно, что вот это Вычитание П от нуля Если вы посмотрите на Регуляризованный Поляризационный оператор То вы увидите, что П от нуля это вещественное число Поэтому Мнимая часть Мнимая часть Исходного Регуляризационного оператора Это то же самое, что Мнимая часть Регуляризованного Перенормированного Оператора Правильно? Потому что это П от нуля Она содержала там в себе Единицная Псиона с каким-то Логарифмом Квадраты массы И константы Вещественные константы Вот Ну давайте первое, что мы сделаем Это прямо Такое простое пока что упражнение Это прямо Из данного выражения Посчитаем его Мнимую часть То есть, во-первых Что мы с вами видим Вот У вас есть такая функция Х на их чертой Х на их чертой Х меняется От нуля до единицы Правильно? В интервале от нуля до единицы Эта функция Какие значения принимает? Откуда до куда? Понятно, что в нуле и в единице Она у меня Нулю равна А максимум у меня В половине И равен он Одной четвертой Да? Поэтому мы сразу Можем сказать Что Когда у меня Ку квадрат Ку квадрат Оказывается Меньше чем Меньше чем 4м квадрате Меньше чем 4м квадрате Ну в том числе и отрицательный Да? У меня никакой Мнимой части здесь не будет Правильно? Потому что максимальное Значение вот этой штуки Это Одна четвертая Одна четвертая И если Ку квадрат меньше 4м квадрате То под логарифмом у меня Стоит Положительное число И в мнимой части Этот логарифм не содержит Согласны? Согласны? Окей Значит Мнимая часть будет появляться Когда Ку квадрат Оказывается Больше чем 4м квадрате То есть мы находим Во-первых Ку квадрат положительный Во-вторых Мы находимся в области В аннигиляционной области То есть когда Втекающий Втекающий Поляризационный оператор Ку Таков что Ку квадрат Больше чем 4 квадрата Электронной Электронной массы Тогда мнимая часть Отсюда возникает И мы ее можем Легко посчитать Но давайте Сначала посмотрим При каких Иксах у меня Эта мнимая часть Появляется То есть нужно решить Уравнение М квадрат Минус Икс Икс чертой Ку квадрат Равняется То есть нам нужно Понять В каком диапазоне Иксов В каком диапазоне Иксов У меня Есть мнимая часть Возникающая От логарифма Ну давайте Это быстренько Сделаем Так Сергей Давайте Пишем Вот это Квадратное уравнение Ну переписываем Как скажем Икс Икс чертой Равняется М квадрат Делить на Ку в квадрате М квадрат Делить на Ку в квадрате Ну расписываем Что такое Икс икс чертой То есть Здесь у нас Интеграл От нуля до единички Ну вы пока Ищите уравнение От нуля до единицы А в некотором интервале В симметричном Относительно Одной второй Очевидно У нас Это будет Икс 1 Это будет Икс 2 В некотором Интервале У нас Под логарифмом Будет стоять Отрицательное Под логарифмом Будет стоять Отрицательное Число Да То есть Вот Это наша Функция Я нам Плохо нарисовал Наоборот Там с минусом Поэтому Вот так Квадратное уравнение Решаем Икс на Икс чертой Что это такое Ну В смысле С чертой Это 1 Минус Икс Да Минус Квадратия М квадратия Делить на Ку Квадратия Да Решаем Квадратное уравнение Аккуратно Все В одну Ну Хорошо Спасибо 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 То есть Мы находим Область Иксов Такую Где Аргумент Логарифма Меньше 0 Сейчас Еще раз Аккуратненько Проверьте Знаки Знаки То есть у вас Уравнение Х квадрат минус Х Да Х квадрат минус Х Плюс М квадрат Квадрат равен Нулю Да Вот так вот Это Х 12 Это Какой Общий минус Я не понял У вас У вас здесь Минус Стоит Нет общего Небица Да На что это Похоже Смотрите 1 минус 4м квадрат И делить на Ку квадрат Такой Корень Где мы его видели С вами Громче ли Это бета То есть если у меня Фотон переходит В электрон Позитронную пару И Здесь Вариант С Это Ку квадрат То Это Есть В точности Бета Электроны Или Бета Позитроны В стиле Центра Иммерции Поэтому Вот это Мы можем Написать Как 1 Вторая Плюс Минус Бета Пополам Где Бета Это Вот этот Корень 1 Минус 4м Квадрат Поделить На Квадрат То есть у нас Вот это Х1 Х2 Они Симметрично Вот так вот Отстоят От 1 Второй Туда Сюда Окей Значит В этой Области В этой Области Логарифм Мнимая Часть Логарифма Чем Будет Равно Вот Смотрите У нас Логарифм Функция Логарифм Z У нее Разрез От 0 До Минус Бесконечности И Когда Вот это Число У нас Меньше 0 Мы Находимся На Каком Берегу Разрез На Верхнем Или На Нижнем У нас F от Z Есть Почему На Верхнем У нас Вот этот И 0 И 0 Он нам Говорит На каком Берегу Мы Находимся Видите Вот этот Минус И 0 Здесь Ставим Минус И 0 То есть Мы находимся Вот здесь Правильно Вот здесь Логарифм Логарифм Z Это Что Такое Это Логарифм Модуля Z Плюс И Преращение Аргумента Z Когда мы Двигаемся Скажем Из 1 Где Логарифм Равен 0 В Нашу Точку Вот Если мы Находимся На нижнем Берегу Разреза То Вот это Преращение Аргумента А чему Будет Равно Вот У меня Аргумент Меняется От 0 До П 0 До Минус П Аргумент Вот Этой Комплексной Вот Этого Комплексного Числа Чему Равен А Минус П Конечно У меня Аргумент Отчитывается Как Вот В эту Сторон Отрицательный Меняется От 0 Единицы До Минус П До Нижнего Берега Разреза А до Верхнего Берега Разреза От 0 До П То есть Вот Эта Штука Равняется П Правильно То есть Мы Что Минус П Минус П Минус П То есть Мы Знаем Что Во всем Вот Этом Интервале Во всем Вот Этом Интервале Иксов Мнимая Часть Логарифма Будет Чему Ровна Минус П Правильно Давайте Поэтому И напишем Что Мнимая Часть Нашего Палилитационного Оператора Это Есть Что То есть Коэффициенты Все Пишем 2 Альфа Делить На П Интеграл Теперь Уже Будет Вот В этих Областях Мнимых Частей Нет А Вот В Этой Области Он Есть Так Напишем Что У нас Там Одна Вторая Мин Ну Можете Явно Написать Что Такое Х1 Ну Или Пока Так Х1 Х2 Да ДХ Х На Х чертой Х чертой Да Угу И от Логарифма Мнимая Часть Мнимая Часть Это Минус П Да Минус П Минус П Ок Да Х1 Это у нас Одна Вторая Минус Бета Пополам Это Есть Одна Вторая Пополам Да Мы Делаем Замену Ага 2 Альфа Минус 2 Альфа А здесь Можем Сделать Замену Переменных Что Да Можете Ну Можете Не делать Пожалуйста Хорошо Сразу Можно Ответ Писать Да То есть У нас Что Будет Нет Не Бета Не Не Бета В Квадрате У У Когда Вы Проинтегрировали У вас Верхний Предел Вот Такой Давайте Тогда Аккуратно Интегрируйте Подставляйте Пределы Это что такое Это Одна Вторая Плюс На верхнем На нижнем Пределе Да А И От Х Обрат Еще Да Минус Плюс Плюс Был Аккуратно Все 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 Пишите Из Того Чтобы Вот Сейчас Надо Будет Раскрывать Этот Квадрат Раскрывать Этот Квадрат Раскрывать Этот Куб Раскрывать Этот Одна Вторая Плюс Игрек Да Тогда Игрек В каких Пределах Будет Меняться От Бета Пополам От Минус Бета Пополам До Бета Пополам Да А У нас Будет Снять Х На Один Минус Х Это Что Такое Будет Через Новые Переменные Тут Одна Вторая Минус Минус Игрек Не стирайте Ничего То есть У нас Интеграл Будет Какой Одна Четвертая Минус Четвертая Минус Игрек Квадрат Поскольку По симметричным Пределам И здесь Четная Функция То Это Будет Два Интеграла От Нуля До Бета Пополам Четвертая Минус Игрек Квадрат А Здесь Сразу Можем От Выписать Будет Два Так Секунду Что Что Давайте Аккуратно У вас Есть Общая Двойка Общая Двойка Да Интеграл Одной Четвертой Что Такое Будет Бета Бета Пополам Все Бета Пополам На одну Бета Пополам На одну Четвертую Окей Минус На одну Треть Да Так Гораздо Приятнее Да Давайте Вот этот Множитель Весь Наружу Вынесем Бета На четыре А здесь Останется Один Минус Что Подставляем Что такое Бета Квадрат Подставляем Можно было Конечно И там Скобочки Проскрывать Для любителей Разности Квадратов Разности Кубов Какой Корень Бета В квадрате Вы же Одну Бету Вынесли Наружу Натрий Да Две Треть Плюс Четыре Треть Ага М Квадрат Окей Две Треть Давайте Наружу Вынесем 2м квадрат На Кв Отлично Вот Это был Наш Интеграл Вот Минус 2 альфа На пи Мы написали А теперь Мы можем Вот у нас Смотрите Был еще Коэффициент Минус 2 альфа И вон Тот ответ Да Поэтому Полная Мнимая Часть Чему Будет Равно Вот Наш Интеграл Который Мы считали Минус Пима Сюда Вытащили Оно Сократилось Коэффициент Минус 2 альфа И наш Вот Этот Интеграл То есть Будет Минус Альфа На 3 Да Правильно Ничего Не напоминает Сечение Какое Сечение Е Техники Давайте Ответ Ответ Я Вот Сюда Наверху Напишу Чтобы Он У нас Перед Глазами Был То есть Получается Что Мнимая Часть Пр От Ку Квадрат Это Есть Минус Альфа Делить На 3 Дальше Идет Бета 1 Минус 4 М Квадрат Делить На Ку Квадрат И Вот Эта Скобка 1 Плюс 2 М Квадрат Делить На Ку Квадрат Вот То есть Вот такая Вот у нас Мнимая Часть Получилась А теперь давайте ту же самую мнимую часть вычислим Во втором пункте Вычислим ее из Правил Кутковского Кутковского Что это Что это за правило Вот у нас есть Первоначальная амплитуда Наша Амплитуда Мы ее по правилам Феймана записали на прошлом семинаре И посчитали В размерностной регуляризации Прямо мы ее посчитали Эта амплитуда является Аналитической функцией От Ку Квадрата Мы ее обозначили Обозначили И П Миню От Ку Квадрата Вот от Ку Квадрата Что такое Ку Квадрата Это инвариантная масса Вот этой пары Е плюс Е минус Правильно Ку квадрата Это инвариантная масса Вот этих двух частиц Так вот Правила Коткоцкого Они позволяют Не вычисляя Не проводя сложных вычислений Все амплитуды Позволяют получить Мнимую часть Точнее Скачок Вот Я расскажу Что скачок Скачок Амплитуды От S Давайте Ку квадрата Обозначим За С Квадрат Обозначим За С Потому что Мы знаем Что у нас Мнимая часть Появляется Когда Ку квадрат Положительна То есть Ему можно Придать смысл Некой Энергетической Переменной Но вот Мы ее За буквой С Обозначим Имеем право Скачок Это есть Просто По определению Что такое Скачок Это есть 2 И Мнимая часть От С Плюс И 0 Что такое Скачок Вот у меня Есть Комплексная Плоскость Ку квадрата Ку квадрата Я знаю Что От 4 М квадрата У меня идет Разрез Да У меня идет Разрез Для Моей функции ПР От Ку квадрата Идет Разрез То есть Когда Ку квадрат Больше Чем 4 М квадрата У меня Появляется Мнимая часть Да А скачок Это что такое Это Разность Амплитуды На верхнем берегу Минус Амплитуда На верхнем берегу Минус Амплитуда На нижнем берегу Это Скачок Ну Понятно Что У вас Здесь Амплитуда Есть М От С Плюс И 0 Здесь Амплитуда Есть М От С Минус И 0 Или Что Тоже Самое Комплексно Сопряженная Величина Поэтому Это Будет Просто Двоин Амнимую Часть Это Скачок Да А Где С минус Ку Квадрате Ну Пожалуйста С минус Квадрате Если Вы будете Находиться Здесь И у вас Никакого Разреза Нет Никакого Скачка Не будет Это Просто Будет 0 То есть Мы уже Знаем Что Вот В этой Области С Квадрате Когда Ку Квадрате Меньше Нуля У нас Минимой Части Нет Никакой То есть Она Равна Нулю Вот Вы И получите Что Скачок Равен Нулю Это Минус Равняется Нулю Здесь Функция Непрерывна А здесь Функция Разрывна Потому что У вас Здесь Идет Разрез То есть Мнимая Часть У нас Имеет Место Там Где Есть Разрез Теряется Теряется За счет Разреза Да Значит Правила Котковского Позволяют Нам Вычислить Этот Скачок То есть 2i На Мнимую Часть Для этого Мы должны Что Сделать Мы должны Записать Амплитуду Амплитуду По правилам Феймена Вот мы Уже И Амплитуду Записывали Что такое И Множить на Амплитуду На прошлом Семинаре Мы прямо Написали Вот это И на М Что такое И Сделать В ней Замену Переменных То есть Замену Переменных Отвечающих Вот такому Разрезанию Что такое Это Разрезание Это я Рисую Диаграмму Для данной Амплитуды И провожу Всевозможные Разрезания Таким образом Чтобы Инвариантная Масса Разрезанных Частиц Была Равня Равна S S Это та переменная По которой Я считаю Скачок Да Потому что В общем Случа У вас Амплитуда Может не только От S Зависит Но и от От T И от Многих других Кинематических Переменных В принципе То есть В общем Правилах Котковского Формулируется Так Что если вы Считаете Скачок В некотором Канале Что такое Канал Это некий Инвариант Некий Инвариант И считаете Удвоенную Вот такую Мнимую Часть Значение Инвариант Плюс и Ноль Минус Значение Где этот Инвариант Минус и Ноль Приобретает То вы Должны Рассмотреть Все возможные Разрезания Вашей Амплитуды Так чтобы Разрезанные Частицы Их Инвариантная Масса Была Равна S И для Этих Разрезаний Написать Такое Правило Что каждый Пропагатор Единица На П Квадрат Минус М Квадрат Плюс и Ноль Каждый Пропагатор В амплитуде Вы должны Заменить На Минус 2 П И Дельта Функция П Квадрат Минус П Квадрат Минус М Квадрат Ну вот давайте Я начну писать А кто-нибудь Из вас Продолжит Это вычисление Правила Коткутского На лекции Еще были Правильно Фадин говорил Про них Какая двойка Ну Если Вы мне Спрашиваете Откуда Двойка То я должен По хорошему Начать их Вводить Но Как откуда Вот вы Берете Вот это число Это амплитуда Правильно А здесь Удвоенная Мнимая Часть То есть Вы должны Взять Амплитуду Амплитуду И вычесть Из нее Комплекс На сопряженную Величину Правильно Воспользуйтесь Формулой Сахоцкого У вас Вот возникнет Минус 2 Пи Здесь С формулой Сахоцкого Отсюда Двойка Вот давайте Аккуратно Аккуратно Все Сделаем Значит Мы считаем Скачок Правильно То есть скачок Это что такое Это 2i На мнимую часть Нашей амплитуды Вот нашу амплитуду Мы обозначили И Как П-меню Если вы помните Да Вот весь поляризационный оператор Это был И по меню Поэтому Поэтому Здесь будет стоять П-меню П-меню От Ку в квадрате Равняется Что я должен сделать Я должен Взять Мою амплитуду М Да М И заменить В ней Все пропагаторы Разрезанные пропагаторы Заменить на дельта функции Словами это как сказать Что я должен Поместить Все вот эти частицы На массовую поверхность Вот видите Дельта функция Отвечает массовой поверхности Правильно Вот я Во время Когда я говорю Что я что-то разрезаю Да Это означает Что я помещаю Вот эти частицы Суммарно инвариантная Масса которых Равняется С Помещаю На массовую поверхность Вот я пишу Амплитуду Амплитуду пишу В амплитуде У нас был Напоминаю Интеграл с вами Помните Здесь петля была Поэтому был интеграл То есть была Минус единичка Из того что у нас Фермионная петля И был Интеграл По петлевому импульсу Я его сейчас запишу Так симметрично Вот видите Как я его запишу Интеграл По петлевому импульсу Д4 П1 На 2 пив 4 Д4 П2 На 2 пив 4 Вот у меня здесь Вот П1 Распространяется Здесь Минус П2 Здесь вот Минус П2 Это что такое Это есть П1 Минус Пу Правильно П1 Минус Пу И 2 пив 4 Дельта функция Напишу Дельта функция Пу минус П1 Минус П2 Тогда Вот то что здесь стоит Вот эта штука Это в точности Интеграл По По петлевому импульсу В поляризационном операторе Правильно Мы можем По П2 Проинтегрировать И будет то выражение Которое мы писали Писали раньше Это я написал Интеграл По петлевому импульсу Дальше что там было У нас было Две вершины От каждой Минус и Е Две вершины Дальше было Два Два Электронных пропагатора И был числитель Числитель В числителе у меня что стоит Это Мю Это ню В числителе стоит Гамма мю На П1 Плюс м Гамма мю На Что Минус П2 Плюс м Правильно Я пишу Минус П2 Потому что вдоль стрелки У меня распространяется Импульс минус П2 Правильно Минус П2 Который есть П1 Минус Ку Можете сравнить С тем что С тем что было Было раньше Это От числителя Идет Дальше было Два знаменателя Один отвечает Этому пропагатору Другой этому пропагатору Верно Значит В соответствии с правилами Мы должны В амплитуде Заменить Эти пропагаторы На две дельта функции То есть будет Минус 2П Два раза Дельта функции От П1 квадрата Минус М квадрата На дельта функции От П2 квадрата Минус М квадрата Было два пропагатора Вот будет Дельта функции Таких Правильно Что еще Я забыл Сделать Вот правила Феймана У нас для ИМ А правила Котковского Формулируется Вот такая замена Формулируется В матричном элементе В М Правильно Поэтому чтобы Перейти от М От ИМ К М Я должен на что умножить Еще На минус И должен умножить Минус И Минус И Вот Вот таким образом У нас Какая дворечка Вот эта дворечка Почему Скачок-то Это удвоенная Мнимая часть Еще раз Значит скачок Это есть М От С Плюс И Ной Минус М От С Минус И Ной Правильно Ну вот у вас двойкой Будет здесь Один пропагатор Здесь комплексы Сопряженные Что вас смущает Я же Скачок пишу Это же правило Для скачка То есть чтобы Найти скачок Скачок Вот он написан Скачок Я должен взять Мою амплитуду М И в ней Сделать такие замены Что вас смущает Где где Это скачок Да То есть вот это Это скачок То есть правило Котковского Пишется для скачка То есть чтобы Вычислить скачок Вычисляю скачок Я должен взять Все амплитуду М Поэтому на минус И до множил И в этой амплитуде В пропагаторах Сделать вот такую замену Во всех разрезанных Пропагаторах Сделать такую замену Это правило Котковского Оно достаточно общее То есть оно Формулируется И для Для других амплитуд Которые могут Не от одного И зависит От нескольких Кинематических Переменных Тогда вы можете Отдельно Вычислять скачки В каждом из канала Что вы должны сделать Вы должны Провести всевозможные Разрезы Что такое разрез Это Понятно Просто кажется Что Ну Я понимаю Что кажется Что Получается Кричневая Справа Пишет Нет 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 Вы каждый Каждый пропагатор Каждый пропагатор Так режете Вы меня Вынуждаете К тому Чтобы я правило Котковского Вводил Но Либо в лекциях Посмотрите Либо в песке Не прочитайте Это некое дело То есть То что это Для каждого пропагатора У вас по двойке Вылезает Но Это надо демонстрировать Просто аккуратно Это некое время занимает Я пока что Просто сформулировал правило Правило говорит вам Что вы режете Все пропагаторы У вас могло быть Пять пропагаторов Здесь порезанных И каждый порезанный Пропагатор Заменяете на С двойкой Минус 2 Пи Дельта функции То есть Помещаете эту частицу Разрезанную На массовую поверхность Да Так Значит С вот этим выражением Понятно Да Алгоритмически Просто как Из правила Я его получил Со всеми множителями Совсем Здесь вопросов нету Женя Все понятно Хорошо Теперь Что мы можем Что мы можем сделать С этим выражением Ну вот глядите Давайте его немного Упростим Равно Равно Все минусы у нас Значит что здесь Здесь будет Е квадрат Мы просто это делали Поэтому я пока что Переписываю Эту часть Мы все делали То есть у нас будет Минус И Е квадрате Да Это множители Я все собрал А вот эти две Дельта функции Я могу Проинтегрировать Правильно По нулевым компонентам П1 и П2 Имею право сделать Тогда у меня Вместо вот этих Д4 П останется Что Если я по нулевой Компоненте Проинтегрирую То что будет Д3 П Д3 П1 На 2 Пи в кубе И от Дельта функции Что еще сюда полезет Две энергии Это же есть Инвариантный фазовый объем Правильно Вот он так и записывает Д3 П2 На 2 Пи в кубе 2 Эпсилон 2 И 2 Пи в четвертой Дельта функция У Минус П1 Минус П2 Верно Дальше След стоит След мы уже Вычисляли Поэтому я его Тоже для него Ответ напишу Что это такое Я пишу А вы проверяйте След это 4 Значит здесь у нас будет Минус Минус П1 Мю П2 Минус П1 Мю П2 Мю Плюс Ж Миню Умножить на М квадрате Плюс П1 П2 П1 П2 Это я Посчитал Посчитал след Согласны Вот так Ку Это есть П1 П2 Ну давайте Вот вы к доске Идите тогда Проверьте Это и досчитаем Заодно досчитаем Все Давайте для начала Поперечность проверим Вот здесь В уголку То есть мы берем Наш вот этот Тензор Тензор И умножаем его На Вот эти фигурные скобки И умножаем его На Ку Посмотрим Чему это Равно То есть мы Как бы Снова Убедимся В том Что П Миню Это есть Ж Миню На Ку Квадрате Минус Ку Миню Ку На Некую Скалярную Функцию П Ку Квадрате Вот мы Снова Хотим В этом Убедиться Раньше Мы В этом Убедились Путем Петлевого Вычисления Там Какие-то Сокращения Происходили И явно Выделилась Поперечная Структура А сейчас Просто Проверим Поперечность Обратите Внимание Вот все Все П Квадраты Вы сразу Заменяете На массы Правильно Почему Потому что Наши частицы Находятся На массовой Поверхности Мы когда Порезали Все на массовой Поверхности То есть Умножаем На П1 П1 П2 Ню И смотрим Что получается Что получается Так Еще Здесь То есть Мы взяли Нашу фигурную скобку И умножили На П1 Плюс П2 Ню Правильно П1 П2 Ню То есть Мы убеждаемся Что действительно У нас По крайней мере В мнимой части Структура Действительно Будет поперечна То есть Можно Пменю Заменить На вот такой Конгломерат Правильно А нам нужно Вот мнимую часть П вычислить Напоминаю Для этого Мы можем Что сделать Можем Левую и правую часть Свернуть В Gменю Правильно В Gменю Давайте Свернем Левую часть Если вы Пменю Пменю Свернете В Gменю То это что такое будет Пменю Сворачиваем В Gменю В эту штуку 4Q Квадрат Минус Квадрат 3Q Квадрат На P Квадрат Ну P1 П2 Это есть Q Это есть Q Да Вот мы убеждались В том Что Мы убеждались В том Что наш Тензор По меню Он поперечен Q Вот у меня Поперечная Структура Написана Если вы ее На Q Умножите Она равна Нулю Будет Правильно Вот мы убеждались Что ее здесь Можно Выделить Ну хорошо Давайте теперь Перепишем То что у нас С вами Получилось Слева у нас Будет 3Q Квадрат На P2 Квадрат Да А если Вы вот этот Тензор Вот этот Тензор Свернете С Жим Меню То что Получится Вверху Напишите Если вот это Сворачиваем Жим Меню То будет Два раза Скалярное Произведение Возникнет Да 2P1P2 Плюс 4M квадрат У нас с вами Есть еще Какое соотношение Что Q Это есть У в квадрате Это есть P1 Плюс P2 В квадрате Это есть 2M квадрате Плюс 2P1 P2 Правильно Поэтому То что здесь написано Мы можем написать Как Это есть Q в квадрате Плюс 2M в квадрате Совершенно верно Вот И Q у нас От интегрирования Не зависит Можем его За интеграл вывести Давайте Перепишем Все наше выражение Еще раз То есть Мы свернули Наше равенство Свернули Ж меню Посмотрим Что получится Значит Слева Что получается 2I Ну пока слева Все пишем Что у нас Здесь будет Мнимая часть От чего 3Q квадрата 3Q квадрата На P 3Q квадрат Умножить на P От Q квадрата А справа А справа Минус E квадрат Вынесли Дальше Всю вот эту Четверку Можно вынести Да Четверку Можно вынести Вот эту радость Можно вынести Q квадрат Плюс 2M квадрат Да А все Что осталось Это не что иное Как обычный Двухчастичный Вариантный Фазовый объем Правильно? Вариантный Фазовый объем Вот он Давайте его Подчеркнем Без четверки Четверку Вынесли Ну давайте его Считать Просто считаем Здесь стоит Четырехмерная Дельта функция По P2 Проинтегрируем 3 снимаем Значит у нас Степень 2P Знаменателя Какая будет? Правильно В квадрате 2P в квадрате 2P в квадрате От энергии У нас Что идет? 4 4 И Эпсилон 1 И эпсилон 2 Да Если я D3P1 Распишу В сферической Системе координат И перейду К К энергии То есть Как это будет выглядеть? Да На D Омега Да Ну 1 Давайте По модулю Угу Угу И у меня Еще осталась Дельта функция Одномерная Да Нулевая компонента Минус Эпсилон 1 Минус Эпсилон 2 Значит Вся вот эта радость Она Релятивистки инвариантна Правильно? Мы ее можем Считать Там Где нам Удобно Вот давайте Будем ее считать В той системе В той системе Отчета Где Ку Имеет Компоненту 2Е И 0 Имеем право Да У нас Ку квадрате Больше 0 Поэтому я Выбираю Такой Временеподобный Вектор И интегрирую И тогда Нет Места Места Кумуля А не надо Зачем Мы Может По энергии Будем интегрировать 2Е Да У нас Получается Что такое У нас Получается Просто В системе Покоя Ку Распалась На Е1 Е2 У них Одинаковые Массы Поэтому Е2 Равно Е2 Равно Е1 То есть Е2 Равно Е1 Равно Е1 Ну и давайте Посчитаем Чему это Равно Чем вы Делать Четверки Сокращаете Давайте Погодите Давайте так Сделаем Просто Чтобы он У вас Перед глазами Был Вот отдельно Это что Такое У нас Это у нас Фазовый Объем Дефи 2 Вот его Отдельно Посчитаем Чем вам Нравится Дефи 2 Ну вот Просто Отчуда Сразу Прощайте Это просто 4P Рисуем Туда То есть Во-первых У нас Одна Энергия Энергия Сократилась Да Энергия Сократилась Е2 Равно Е1 Поэтому И равно Е Е1 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 Давайте, ага, напишем, четверка там была. Так, 1, 2 это откуда? От дельта функции, да, потому что здесь стоит 2 и 1. 2 и 1, 1, 2 дельта функции, еще вот здесь и четверка была. Да, вот так вот. Вот так вот. Что получаем? p1 поделить на e, это что такое? Это бета. А бету мы знаем, как записать через q квадрат. Да, то есть сразу в ративистки инвариантной форме это все записано. То есть это получается бета поделить на сколько? 8p. 8p, да. То есть интеграл по двухчастичному фазовому объему, да, это есть просто бета делить на 8p. Окей, погодите, не пишите, нам нужна на самом деле мнимая часть от p от q квадрата. То есть нам нужно вот на все вот это поделить, да. Давайте сразу для нее и будем писать ответ. То есть мнимая часть, мнимая часть от q в квадрате равна. Бета, то есть 4m квадрата делить на q в квадрате, да. Корень квадратный еще. А здесь ничего не надо делать, нам все через q квадрате надо выразить на самом деле, да. То есть делим все аккуратненько. У нас фазовый интеграл от фазового объема получился чем равен? Бета на 8p, да? Да, это через 150? Да, просто пока напишите бета на 8p. Бета на 8p. Отлично. То есть все делим на 6i и получаем мнимую часть. Значит, какая она у вас будет? Так, не быстро успеваете делать? Возник вот этот множитель, да, после того, как мы на q квадрат поделили. Или возникла бета, да? Тоже ее пишем. Через q квадрате. Да, можете так через q квадрат написать. Давайте e квадрат на 4p отсюда заменим на альфа. e квадрат на 4p, альфа будет, да? Альфа. Тогда здесь останется двоечка, числитель и четверка, и здесь еще на 6p надо поделить. То есть что будет? Натрий. И буквы сократились, да? Нету их. Минус. Минус остался, да, минус никуда не делся. Есть. Все. Все? То есть обратите внимание, мы гораздо-гораздо более экономным способом получили наш ответ, нежели чем вычисление петлевого интеграла и так далее, да? То есть раз и получили мнимую часть из нашего правила. Ну и видно, что она совпала с тем, что мы из явного лобового вычисления получили. Правильно? То есть видно, что все работает. То есть вычислять мнимые части нам несколько проще, чем вычислять исходные интегралы. Обратите внимание, как эта мнимая часть устроена. Вот еще раз на нее давайте посмотрим. Это удвоенная мнимая часть, но если на двоечку сокращу. Это что такое есть? Это есть релятивистский инвариантный фазовый объем вот этого двухчастичного состояния, умноженный на вот эти множители. Это что такое? Это есть произведение одной вершины, произведение другой вершины и сумма по всем спинорным индексам. Сумма по спинорным индексам не дает пропагаторы, да? Потому что это есть сумма по поляризациям электрона и позитрона. Правильно? Это что такое? Что за утверждение такое получилось? Сечение это если я смотрю вперед, там дурочение вперед, да? А здесь это просто теорема какая? Соотношение унитарности, да. Это обычное соотношение унитарности, которое связывает мнимую часть с произведением, двух вот этих амплитуд. Эта амплитуда, у нас напряженная амплитуда, да? То есть мы, вообще говоря, вот это выражение в правой части могли писать не из правил Феймана, а из соотношения унитарности. И получили бы ровно то же самое, правильно? Соотношение унитарности было же на лекциях у вас, правильно я понимаю? Было, хорошо. Мы просто взяли амплитуду, то есть так как в правилах Котковского формулируется, сделали в них вот такую замену. И получили правильный ответ. Угу, спасибо. Вопросы есть по этой задачке? Здесь мы продемонстрировали, как правила Котковского работают. Вторая задачка, похожая, в некотором смысле обратная задачка. Сейчас мы что делали? Мы получали по амплитуде, получали мнимую часть, правильно? Либо в лоб получали, либо с помощью правила Котковского. А теперь давайте наоборот, попробуем по мнимой части получить всю амплитуду. То есть вторая задача, это задача на дисперсионные соотношения. Сейчас я ее сформулирую. Найти вклад в поляризационный оператор от рождения у плюс на минус пары. И плюс на минус пары. Что имеется в виду? Вот когда мы с вами считали поляризационный оператор, да? И по меню от у в квадрате, который есть, и у в квадрате, и же меню минус у минус на b в квадрате. Это была такая амплитуда. Мы здесь помещали электроны. Но в принципе у нас в этой петле могут бегать и другие частицы, если наша теория себе содержит эти другие частицы. Например, мионы или кварки, если мы смотрим уже расширение на хромодинамику. То есть в принципе в этой петле могут быть мионы, верно? То есть мы можем рассмотреть такую диаграмму, которая будет давать вклад в поляризационный оператор. Когда здесь бегают мионы, то есть вот это у меня не минус, а это не плюс. Могли рассматривать адронный вклад, когда здесь, например, бегают кварки. То есть это тоже в наших руках. Давайте сейчас рассмотрим мионный вклад, потому что мы его уже реально вычислили. Он ничем не отличается от электронного вклада, кроме замены массы электрона на массу миона. И попробуем из этого вклада восстановить, чему равен p от q в квадрате. Значит, что мы с вами имеем? Что нам дано? Дано. Вот мы с вами на эксперименте можем померить сечение e+, e- в e+, e-. Правильно? И написать, чему оно равно. Это 4π α квадрат делить на s. И стоит 1-4m квадрат делить на s. 1 плюс 2m квадрат делить на s. Правильно? Это наше сечение. И мы видим, что это наше сечение, оно связано с мнимой частью поляризационного оператора. И соотношение унитарности. Оно связано с мнимой частью поляризационного оператора. Мнимую часть поляризационного оператора вот мы посчитали. Вот оно написано. Только массу электронов надо на массу миона заменить. Значит, какой коэффициент здесь должен быть, чтобы я получил σ? Какой коэффициент я должен делиться? 12π. α делить на s. Правильно? π должен взять? Да, должен взять. То есть, что мы можем делать? Смотрите. Мы можем на эксперименте мерить вот эти сечения. И это значит, что мы будем знать экспериментально мнимые части поляризационного оператора. А здесь тройка есть. Я забыл. А вы не вспомнили. 4π натрижи. α2 на s. При больших сечения. E плюс, E минус. E плюс, E минус. E плюс, E минус. Я здесь все забыл. И это относится к другим вкладам. То есть, не обязательно мионным. Это относится и к адронным вкладам. То есть, мы могли мерить сечение E плюс, E минус в адроны. Да, полное сечение E плюс, E минус в адроны. Вот эту величину R ее называют. И она будет связана с минимой частью соответствующего вклада в поляризационный оператор. B. Ровно по той же самой формуле. А мы хотим восстановить полный вклад. То есть, восстановить весь поляризационный оператор по минимой части. То есть, у нас есть минимая часть, померенная на эксперименте. А мы хотим восстановить всю аналитическую функцию. Вот такую задачу восстановление по мнимой части аналитической функции целиком решает дисперсионное соотношение. Если вы знаете, что ваша функция B от Q в квадрате аналитическая, то вы можете восстановить всю функцию по ее мнимой части, воспользовавшись дисперсионным соотношением. Вот давайте поймем, для чего нам нужно писать дисперсионное соотношение и что это такое. Во-первых, видно, если вы смотрите на мнимую часть, видно, что при больших S она как себя ведет? Если S к бесконечности, чему она равна? Мнимая часть без этого коэффициента у нас. Если S к бесконечности стремится, то мнимая часть поляризационного оператора от вклада мионов чему равна? Ну а минус альфа на 3, да? Константе некой. То есть, что я хочу сказать, что на бесконечности она не убывает. Не убывает. Поэтому давайте сделаем следующее. Мы рассмотрим вот такую функцию. P от Q в квадрате минус P от нуля. P от нуля. Это была наша перенормированная P, правильно? Перенормированная P. И мы знаем, что мнимая часть от P от Q в квадрате, это и есть мнимая часть от перенормированной функции. Это мы с вами знаем, потому что P от нуля в мнимую часть не дает вклада. Давайте рассмотрим вот такую функцию. F от Z я ее обозначу. F от Z. Это и есть уя от Z минус P от нуля поделить на Z. Поделить на Z. Что про нее можно сказать? Что она при Z стремящемся к бесконечности как уже себя ведет? Как единиться на Z, значит убывает. Достаточно хорошо убывает. В отличие от просто P от Z. Вот мы на нее можем дописать теорему Каши. Обычную теорему Каши из T в KP. Вот глядите. А вот у меня комплексная плоскость переменной Z. Где особенности вот этой аналитической функции? Особенности. Какие у нее особенности? У нее особенности такие же как у P. Правильно? В чем они выражаются? Наличие разреза. Совершенно верно. То есть есть разрез от 4M в квадрате. Вот поехал разрез. Полис в нуле есть или нет? Здесь деление на Z. Есть. И чему вычислить в нем равен? Если он есть. Нулю. Значит его нет. Правильно? Но в числителе стоит P от Z минус P от нуля. P от Z минус P от нуля. Поэтому если я беру где-нибудь на моей отрицательной оси, беру Z равное Q квадрат меньше нуля. И Z0 его обозначу. Z0 равен Q квадрат меньше нуля. И хочу вычислить функцию F от Z0. F от Z0. Значит, на теореме Каши это что такое есть? Это есть единица на 2P интеграл по контуру, вот этому контуру C. F от Z делить на Z минус Z0. DZ. Правильно? Это теорема Каши. СТФКП. Благодаря тому, что у меня F от Z на бесконечности теперь уже падает, как единица на Z, я могу этот контур раздуть, не меняя всего интеграла до бесконечности. Правильно? Вот я специально для этого на это Z поделил, чтобы у меня вся функция на бесконечности я хорошо вела. Вот если я это раздую, то у меня получится вот такой интеграл. То есть интеграл по такому здоровенному контуру. Где вклады вот этих окружностей, они будут равны нулю в силу того, что у меня функция там быстро убывает, как единица на Z в квадрате. Правильно? Вся функция под интегралом как единица на Z в квадрате убывает. То есть вкладов окружности нет. А вклады разреза мне что дают? Дают мне скачок, то есть удвоенную мнимую часть. Правильно? То есть я могу сказать, что этот интеграл, это есть интеграл по контуру, он у меня сводится к сумме интегралу по окружности и интегралу по разрезу сверху и снизу. Получится, что получится? Извиниться на 2π. Интеграл вдоль разреза, да? От 4 ма в квадрат до бесконечности по DZ делить на Z минус Z 0. А в числителе что будет? Две мнимой части. Потому что я, когда здесь двигаюсь, у меня число M плюс и 0. Когда здесь двигаюсь, у меня со знаком минус, потому что я в противоположную сторону двигаюсь, от M минус, Z минус и 0. То есть будет удвоенная мнимая часть. То есть здесь стоит 2i на мнимая часть функции F. Согласны? Ну вот давайте это и запишем. То есть я взял некую точку Z 0, которая у меня лежит на отрицательной оси. То есть смотрю свой поляризационный оператор при Q квадрат меньше 0. И он у меня оказывается, смотрите, замечательным образом связан с мнимой частью при Q квадрат больше 0. То есть в той области, где я могу извлечь эту мнимую часть из эксперимента. Вот такая вот идеология. То есть в той области, где у меня Q квадрат меньше 0, я ее связываю с областью, которую я могу восстановить из моего эксперимента. В данном случае у нас все еще проще. Мы аналитически знаем, чему эта мнимая часть равна. То есть я могу написать такое соотношение. Подставляю теперь сюда. Вместо F от Z. Подставляю. То есть получаю, что перенормированное вот Q квадрата, в числителе стоит PR перенормированное. P перенормированное. Это есть Z, то есть Q квадрат умножить на здесь 2I сократится и будет стоять единица на π интеграл 4N квадрат до бесконечности так обозначу dt штрих t штрих минус Q в квадрате а действует стоит мнимая часть мнимая часть PR от t штрих деленное пр от t штрих деленное на t штрих правильно? делить на t штрих еще согласны? я подставил сюда всю мою аналитическую функцию вот сюда вместо F пишу вот это выражение вот это выражение то есть окончательно что мы с вами имеем если теперь я беру и эту мнимую часть подставляю я получаю что PR вот Q квадратом вклад меонов я теперь смотрю конкретно вклад меонов то есть вместо вот этой мнимой части беру вклад меонов он получается равен равен Q квадрат делить на π делить на π значит что у нас там стояло альфа тройка стояла да альфа тройка стояла минус был я мнимую часть подставляю интеграл от 4 m квадрата до бесконечности dt штрих делить на F штрих вот этот T штрих здесь стоит T штрих минус Q в квадрате T штрих минус Q в квадрате и мнимая часть полиационного оператора то есть это что такое это корень квадратный 1 минус 4 мю квадрат делить на T штрих умножить на 1 плюс 2 мю квадрат делить на T штрих вот такое выражение 4 мю квадрате извиняюсь да здесь тоже я должен писать свой порог да мой порог это масса миона масса миона 4 мю квадрате да вот такой вот такой вот интеграл получился такой интеграл и его в принципе можно посчитать вот сначала вопрос к вам понятно как мы его написали что такое как мы это дисперсионное соотношение нашли да то есть мы просто воспользовались теоремой Каши но единственное здесь усложнение что мы должны были вычитание сделать чтобы на бесконечности функция быстро убывала и чтобы вклад от этих окружностей отсутствовал да вычитание в нуле мне избавляет от полюса при затравнивается нулю вот остальное все в каком-то смысле технический вопрос ну давайте этот интеграл посчитаем но не до конца сведем его к интегралу от рационального выражения которое уже вы легко знаете как считать а до этого сделаем вот такую замену то есть как такого рода интеграл считать когда вот здесь стоит вот этот порог и бесконечность порог и бесконечность давайте введем вот у нас есть минус Ку квадрат и это величина больше нуля правильно больше нуля поэтому мы давайте вместо минус Ку квадрате введем такую переменную ну я ее у себя в бумажках Кси обозначил Кси она связана с Ку квадратом следующим соотношением Ку квадрате поделить на Мю в квадрате это есть минус один минус Кси в квадрате поделить на Кси то есть вот такую замену переменных сделал глядите у меня была плоскость комплексная плоскость Ку квадрата а я перешел в комплексную плоскость переменной Кси такой вот замены В ТФКП это замена Точнее вот эта функция от КСИ Называется функцией Жуковского Может вы это когда ТФКП изучали Наверное встречали Эта функция что она делает Она всю верхнюю полуплоскость отображает Куда Помните Воспоминания какие-нибудь есть В полуокружность Полуокружность Вот у меня Есть плоскость Переменной КСИ Здесь есть нолик, единичка Минус единица Тогда Вот наша область аннигиляции Вот эта область Ку квадрата Она переходит вот сюда Область рассеяния То есть там где ку квадрат меньше нуля Переходит Как мы сейчас видим Интеграл как раз будем считать Переходит вот сюда То есть КСИ меняется от нуля до единички Правильно Если КСИ равен нулю Минус ку квадрат большой и бесконечный Сюда убегает Если КСИ равен единице То ку квадрат равен нулю То есть подтыкаемся вот сюда А вот эта не физическая область Она переходит в верхнюю полуокружность Вот эта не физическая область Она не отвечает ни области аннигиляции Ни области рассеяния Это верхняя полуокружность Вот мы сейчас работаем с вами вот здесь Где КСИ меняется от нуля до единички Ну давайте посчитаем наш интеграл Сделав аналогичную замену Сделаем такую замену Т штрих делить на нулю квадрате Равняется 1 плюс КСИ штрих Квадрате делить на КСИ штрих КСИ штрих теперь это переменное интегрирование Вместо Т штрих А КСИ это то же самое Что наш внешний параметр Ку квадрате делить на нулю квадрате Ну давайте такую замену переменных сделаем И увидим что интеграл существенно упрощается Давайте к доске кто-нибудь идите Давайте вы Ленит Идите Во-первых Поймем какие пределы изменения КСИ штрих у нас Вот Т штрих у нас менялся от 4 мю квадрата до бесконечности КСИ штрих откуда до куда будет меняться А когда ты штрих равен А когда ты штрих равен То есть скорее наоборот Мы не минимальное равно КСИ штрих только Штрих ставим Потому что у нас параметр КСИ связан с Ку А КСИ штрих это переменное интегрирование Окей То есть у нас интеграл по КСИ штрих Теперь уже будет от нуля до единички Давайте прежде чем писать чему-то равно Подставим все величины Которые сюда входят Вот у нас ДТ штрих Давайте найдем ДТ штрих Легко Если подчленно разделить У вас будет смотреть Единица на КСИ штрих Плюс двойка плюс КСИ штрих Правильно? Вот это выражаю Отсюда мы можем написать Чему равняется ДТ штрих Пишите Дифференциал Поделись на Мю в квадрате Еще для размерности Мю в квадрате Да, да Хорошо Окей Это нашли Чему дифференциал равен Давайте вот этот корень напишем Чему равен Где-нибудь в другом месте напишите Корень равен На самом деле Что мы сейчас с вами делаем Вот мы на прошлом семинаре Вычислили поляризационный оператор И он у нас Представился в виде Некого интеграла От нуля до единицы ПДХ Правильно? Вот мы этот интеграл Реально можем посчитать То, что мы сейчас делаем Мы сейчас его считаем Подходящим образом И это Один из приемов Вычисления Реально Этого интеграла То есть у нас есть Некий интеграл Который говорит нам Чему равна сама амплитуда Вместо этого Сложного интеграла Мы рассматриваем Его мнимую часть И пишем Дисперсионное соотношение И дисперсионное соотношение Оказывается более простым Интегралом Чем исходный интеграл Да, просто к общему знаменателю Приводим Копию раскрываем Да, отлично Ну и вот эта комбинация Нам тоже понадобится То есть трих То есть трих минус у квадрата Равно На мю квадрате Можем умножить Поделить и написать Чему равно Вместо т штрих Подставляем эту замену А вместо Ку квадрат на мю квадрат Вношу вот такую подстановку Да Дабл плюс Один минус кси Делить на кси Ага Да Ну, к общему знаменателю Приводим Скобки раскрываем К общему знаменателю Приводим Так 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 Ксиштрих сократилось Да, у нас? Ну, можно еще за скобки Вот смотрите У вас возникает Кси плюс ксиштрих И здесь тоже Если вы Ксиштрих Кси вынести За скобку Тоже останется Ксиштрих Плюс кси Да То есть можно Кси плюс ксиштрих За скобку вынести Кси плюс ксиштрих Угу Плюс ксиштрих Ксиштрих Вот у вас Вот вы из вот этих членов Вынесли кси на ксиштрих Дороже Тогда здесь остался ксиштрих А здесь остался кси Правильно? А кси ксиштрих Вы Общий Ну, не надо сокращать Просто напишите Как есть Сейчас Так быстро Угу То есть выносим кси плюс ксиштрих Вы Перепишите это выражение Просто ксиштрих Да Умножить на кси плюс ксиштрих Правильно? Ну и плюс еще вот этот вот Кси плюс ксиштрих Здесь Да Да, вот так Все Подставляем аккуратненько В наш интеграл Что получается? Минус ку квадрат Тоже на мю квадрат умножили Поделили И подставили вот это Минус ушел Да Вот этого Плюс Да Там мю квадрат еще был Да, здесь вот Угу Так Пошел То есть Нуля до единички Да Надо еще один минус У вас интеграл весь положительный Правильно? Это положительное число Это положительное число Поэтому Можете за пределами И за минусами не следить У вас пределы наоборот И минус дополнительный Из дифференциала Да Из дифференциала Дополнительный минус Где он Вот он Да Ну да Да Так что положительное все было Пишем дифференциал Сначала То есть будет что? Ну 1 Угу Не, ну это раз будет Минус 1 плюс вот это Да Да Так общему знаменателю приводите 1 минус си штрих в квадрате Поделить на кси штрих в квадрате Да На д кси штрих Да Это из дифференциала Теперь вот этот дт штрих Вот он у нас прямо нарисован Дт штрих у нас Это будет еще одно му квадрате Но если вы здесь му квадрат не написали в дифференциале То и здесь тоже не надо его писать Му квадрат вообще по размерности можно восстановить в конце Угу Это т штрих Теперь вот эту комбинацию Мону в официале там Что? Кси штрих у вас в числителе должен стоять У вас же здесь единица на т штрих стоит Еще раз подчеркиваю За мю квадратом можно не следить Его в конце по размерности мы можем восстановить Потому что мы видим Что вся размерность правой части массовая какая? Просто сюда смотрите Здесь это все безразмерно Это безразмерно, это безразмерно Здесь размерность квадрата, здесь квадрата Все сокращается То есть никакой размерности массовой нет То есть все мю квадраты у вас в результате сократятся Поэтому мю квадрат можно нигде и не писать А переписывать только наши Наши кси Так, у нас это все в знаменателе Ага Множить на скобочку Да Да Это отсюда И вот эти два паровозика Кси штрих Ага Вот так вот Ну вот этот квадрат можно переписать как 1 минус кси штрих на 1 плюс кси штрих Для красоты Равно Ну все Переписываем Что получится Видим, что наш параметр кси Здесь есть кси Еще где-нибудь кси в числителе есть В числителе Есть, да То есть этот с этим сократился Кси штрих в квадрате В знаменателе Проблемы мог бы создать в нуле Да Вот он здесь знаменатель Здесь числители И здесь числители Да Тоже сокращается Угу Все Пишем, что осталось Здесь альфа на 3 пи Еще один этот сократится Что? Да Один этот сократится Правильно Одна степень К скобке 1 плюс кси штрих Угу Тут будет альфа на 3 пи Да Да А вот здесь вот Все, что осталось Это просто Это просто Рациональный интеграл Как он устроен? 1 минус кси штрих У нас, смотрите Здесь и здесь Два раза, да? Выбирайте Угу Что еще в числителе у нас есть? Только вот эта скобка Давай и все А это Вот и в квадрате написано Кси штрих Да Угу И знаменатели Смотрим Здесь первая степень осталась Здесь еще одна И здесь две Нет Четыре, да? Четыре Угу Это вы один плюс кси собрали Есть еще Кси плюс кси штрих Есть еще вот такая Да Угу Да То есть получился вот такой вот Такой интеграл Но этот интеграл Он элементарный В том плане, что он Здесь стоит просто Рациональное выражение Да То есть стандартным методом Приведения Разбиения На Простейшей дроби Вы его можете посчитать Мы это делать не будем Потому что это довольно громоздко А я напишу ответ Спасибо, Леонид Я напишу ответ На интеграла Ответ будет такой Это есть Альфа делить на 3п Единица 1 минус кси в кубе Напоминаю, что кси Это то же самое Что наш ку квадрат Поделить на м То есть внешний параметр Нашей Задачи А здесь стоит 1 минус кси Умножить на 5 минус 22 Кси Плюс 5 Кси квадрат Поделить на 3 А здесь минус 1 плюс кси На 1 минус 4 Кси Плюс Кси квадрат Умножить это все на Логарифм кси Логарифм кси Вот такое Вот такое выражение То есть этот Дробно-рациональный Интеграл Можно легко взять И получится Довольно громоздко Громоздкое вычисление Но элементарное Получится вот такой ответ То есть мы с вами Полностью нашли Каков вклад Мионов Поляризационный Оператор При Ку квадрат Меньших нуля Ку квадрат Мы запараметризовали Вот этим параметром Кси Он теперь у нас Меняется От нуля до единички Вот И Написали Чему этот Интеграл равен Вот такая замена С помощью функции Жуковского Она позволяет Такой сложный Интеграл Привести к обычному Дробно-рациональному Интегралу Так Вот идеология С дисперсионным Соотношением Понятно И все понятно Хорошо Давайте Тогда Последнюю задачку Я еще минут 15 У вас Займу На самом деле Даже не задачка А просто Некий анализ Того Что мы уже С вами получили На прошлом семинаре Просто Полезный Если вопросов нет То я Двигаюсь Двигаюсь Дальше Третья Третья задача Ее можно назвать Как Бег Константы связи Бег Константы связи Что мы с вами Получили На прошлом Семинаре У нас было Поражение Для Перенормированного Пр От ку в квадрате И мы Написали При Ку в квадрате Много больше М в квадрате То есть В области Аннигиляции Здесь у нас была Область рассеяния Ку в квадрате Меньше нуля А теперь у нас Область аннигиляции И вот в этой области Мы нашли Ответ Чему он был Равен Помните Там был Коэффициент Альфа Внутри П А здесь стоял Логарифм Ку в квадрате Делить на М квадрат Минус Число Которое я не очень помню По-моему Пять третьих Пять третьих Правильно Минус пять третьих Минус пять третьих То есть Вот это выражение Мы с вами Получили На прошлом На прошлом занятии Вот теперь Давайте Попробуем Найти следствие Которое Из этого выражения Из этого выражения Вытекает Вот допустим У меня есть две частицы Два электрона Один и второй И они рассеиваются Друг на друге То есть в ведущем порядке Одна из двух диаграмм У нас будет вот такая Правильно? Если теперь мы начинаем Вычислять радиационные поправки К этому процессу То у нас Вот здесь вот возникает Возникают какие-то поправки Типа нашего поляризационного оператора Вершинные поправки возникают Поправки к внешним линиям Такого рода Возникают А здесь вот течет импульс Что мы с вами вычислили На прошлом В прошлом семинаре Реально мы вычислили Следующую величину И давайте я ее так назову Одночастично неприводимая Диаграмма Рассмотрим свободный пропагатор Свободный пропагатор Потом в минус i Здесь так напишу g меню минус q меню q меню на q в квадрате Делить на q в квадрате плюс и 0 То есть я рассмотрел Такую калибровку Где здесь Перпендикулярная Стоит только g перпендикулярная То есть компоненты Перпендикулярные вектору Могут быть еще Добавки от Если я рассмотрю Другую калибровку То здесь могут быть Добавки пропорциональные q меню к меню Делить на q в квадрате Правильно? Например В калибровке феймана Вот этот член Должен вот этим Сократиться полностью Будет просто минус Жеменю Да Дальше мы Можем рассмотреть Однопитлевой вклад И можем Рассматривать Всевозможные Другие вклады Но главным условием Вот этого ряда Всевозможных Поправок Которые мы будем писать В правую часть Следующее условие Что Эту диаграмму Нельзя разрезать На две Перерезая Одну Какую-то линию То есть Диаграммы Такого типа Мы рассматривать Не будем Потому что Я могу Вот эту линию Перерезать И у меня Они распадутся На две Вот такого рода Диаграммы Называются Одночатично Неприводимые Диаграммы Одночатично Неприводимые Диаграммы И Эти Одночатично Неприводимые диаграмму мы все с вами все с вами посчитали в частности весь вот этот ряд он начинается с и по меню от кув квадрате который вы посчитали в однопетлевом приближении плюс и так далее а дальше мы можем написать теперь как вы на лекциях это уже делали выражение для точного пропагатора фатона что такое точный пропагатор фатона пишу так вот заштрихованным образом да это есть сумма всевозможных давайте так сделаю вот в эту одно частично неприводимую я этот пропагатор не буду включать будут только петлевые поправки включать а сюда вот напишу борновский член борновский член как не принципиально можно было можно было здесь оставить дальше борновский член дальше у меня одна а чем 2 и так далее то есть у меня полный пропагатор все возможные поправки которые я могу навесить да они суммируются как ряд состоящий из вот этих блоков правильно и если его просуммировать то что вы на лекциях делали вы получите что получите что то есть минус и на же меню перпендикулярные поделись на у квадрат плюс и 0 а здесь возникает обычная геометрическая прогрессия да где в качестве члена этой геометрической прогрессии выступает элементарно частично неприводимая диаграмма то здесь стоит 1 минус p от q в квадрате это было на лекциях если отряд по суммировали получили получили вот такое такое выражение причем здесь стоит п не перенормированы без буквочки то есть тот самый п который мы с вами вычисляли он себе содержит расходимости вот теперь смотрим на эту диаграмму вот у меня есть здесь заряд и 0 и здесь заряд и 0 до вершине давайте введем определение для константы перенормировки фотонного поля за 3 мы и обозначим за 3 просто по определению по определению это есть единица делить на п от нуля такая лично как вы помните п от нуля но в себе содержит расходимости правильно расходимости в однопетлевом приближении можно написать что это 1 плюс п от нуля плюс о большое от альфа в квадрате вот п от нуля у нас содержала расходимость единицы на епсил что происходит теперь с моим зарядом давайте я смотрю на рассеяние двух электронов и буду постепенно устремлять вот это ку к нулю то есть их все дальше дальше разводить друг относительно друга тогда на бесконечности один заряд будет взаимодействовать с другим зарядом с какой силой законе кулона как какой заряд стоит величина у него какая ну чему она равна е квадрат на 4 пи равно чему 1 137 ровно вот это число то есть физическое физически наблюдаемая величина вот это 1 137 вот я могу написать таким образом вот эти заряды которые вершине е0 я их могу написать на писать вместе с фотонным пропагатором тогда у меня смотрите что было тогда весь вот этот фотонный пропагатор который здесь стоит он имеет вот такую структуру уже не перпендикулярно здесь стоит у квадрат 1 минус п от q в квадрате 1 минус 5 квадрате е0 это некий затравочный параметр который сидит в лагранжиане он его е квадрат не равен 1 137 это некий затравочный параметр мы должны понять чему он равен еще как мы можем понять чему он равен мы можем рассматривать q стремящимся к нулю то есть разводить заряды на бесконечности там из эксперимента знаем что они взаимодействуют с е квадрата 4 пи равна 1 137 правильно разводим их на бесконечности на бесконечности мы имеем закон кулона имеем минус это пропагатор до кусок пропагатора минус и е0 в квадрате же меню перпендикулярная на квадрате я здесь оставляю потому что он отвечает закону кулона а здесь купол полага равна нулю и вот эта величина про нее я уже знаю это есть как раз мой физический заряд е я его без нолика обозначаю такой что е квадрат на 4 пи это 1 137 то есть я связал такой процедурой перехода кукнулю стремлением кукнули у связал физически наблюдаемой величиной домой заряд то есть вот этот заряд был давать и без нолика будем обозначать это физический заряд мы знаем чему он равен то есть что происходит смотрите по куля содержит расходимости несмотря на то что она содержит расходимости я имею право так раскладывать всегда обращаю ваше внимание почему потому что я всегда подразумеваю что у меня идет асимпатическое разложение по по альфа и по альфа я разложение осуществляю всегда вперед. Несмотря на то, что вот здесь вот P от нуля содержит единицы на эпсилон, и вроде бы как это бесконечная величина. То есть нельзя так раскладывать, да. Все равно я всегда понимаю все вот эти выражения как асимптотические ряды по альфа. То есть сначала раскладываю по альфа всегда, да. То есть я хочу сказать, что вот это содержит бесконечность, и затравочный заряд тоже содержит бесконечность. То есть тот заряд, который сидит в загружании, он тоже содержит бесконечность. А их отношение, оно уже конечный связано с физически наблюдаемой величиной е квадрат вот таким образом то есть что мы имеем смотрите мы имеем что е квадрат это есть е0 в квадрате умножить на на z3 правильно на z3 на z3 то есть наш физический заряд это есть е0 на корень z3 в электродинамике вот такое имеет место такое такое соотношение такое соотношение поэтому как я могу поступить с вот этим выражением теперь я не буду стремить ку к нулю не хочу да рассматриваю мой вот этот пропагатор давайте я умножу на 1 минус p от нуля и поделена 1 минус p от нуля здесь будет минус и же меню перпендикулярной поделить на q квадрате здесь стоит 1 минус p от q в квадрате дальше стоит е0 в квадрате поделим на 1 минус p от нуля и умножил на 1 минус p от нуля пока тождественное преобразование сделал тогда то что здесь стоит это есть мой физический заряд правильно это есть е квадрат а вот это выражение также в 1 петлевом приближении как я его могу переписать я его хочу из числителя загнать в знаменатель как-то можно сделать как один плюс будет плюс п от нуля правильно вы стоят нуля то есть точностью до они в квадрате я могу такое представление сделать друзья из числителя его загнал в знаменатель пользуясь тем что у меня симпатическое разложение по альфа идет то есть p содержит себе альфа поэтому я так могу могу сделать тогда в знаменателе глядите что у меня стоит у меня стоит такое выражение умножить на такое выражение его я тоже могу с точностью о от альфа квадрате написать чему оно равно то есть это будет минус и уже меню педикулярная поделить на q в квадрате здесь стоит единица минус p от q в квадрате минус п от нуля а квадратичными членами я пренебрю в знаменателе да а в числителе стоит е квадрат где квадрат на 4 5 137 известная константа что такое в знаменателе возникло это что такое это перенормированная величина да то есть это прямо есть пр от q квадрате которые конечные для которой мы знаем наше выражение он она написана правильно тогда все что стоит вот здесь вот вот здесь вот перед законом кулона да мы можем назвать эффективной константой связи верно эффективной константой связи то есть если я теперь на 4 пи поделим напишу чему равно альфа эффективная это есть я квадрат на 4 пи то есть обычная альфа 137 поделить на 1 минус п перенормировано от q в квадрате от q в квадрате на а при больших q квадратах больших у квадратах я могу написать здесь вот я неаккуратно написал здесь не при положительных у квадрата правильно было это выражение при отрицательных у квадрата при минус q квадратах вернитесь туда там на прошлом семинаре минус q квадратах много больших чем масса в квадрате то есть здесь тоже стоит знак минус прощения не написал это мы также находимся в области не в области аннигиляция в области рассеяния да у нас же здесь просеяние один электрон рассеивается на другом электрон то есть мы вот в таком пределе получили это выражение на прошлом семинаре и в таком пределе я я могу написать чего-то равняется то есть альфа поделить на 1 минус альфа на 3 пи альфа на 3 пи здесь уже я могу не делать различия между е 0 и е потому что с точностью до альфа квадратов это одно и то же будет ведь уже одна степень альфа есть да вообще вообще-то говоря здесь стоял и и 0 правильно в квадрате и 0 затравочный параметр а поскольку у меня уже одна альфа есть в однопетлевом приближении это было бы превышением точности писать сюда писать сюда вместо е 0 и е то есть я могу я 0 сюда писать я могу писать это все будет одно и то же с моей точностью будет стоять логарифм от минус q в квадрате на масса в квадрате и на счетом не в степени 5 третьих то есть следствием из следствием из того что мы с вами получили на прошлом семинаре получил это выражение по прямо до явно из регуляризованного поляризационного оператора является выражение для эффективной константы связи в электродинамике мы видим что с увеличением минус q квадрате на m квадрате то есть когда вы все ближе и ближе подходите к электрону то есть получаете один электрон с помощью рассеяния на нем другого электронов увеличиваете вот эти эти q квадраты увеличиваете ваши энергии проникаете все в меньше и меньшее расстояние у вас константа связи как себя растет как себя ведет если вы q квадрате минус q квадрате увеличиваете то с константой связи что происходит а увеличивается правильно логарифм растет за счет знака минус вот этого за счет минус константа увеличивается вот следующем семестре мы будем с вами смотреть квантовую хромодинамику там ситуация обратная там здесь вот знак перед эта функция он другой там поведение константы связи будет 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 другим а здесь мы в качестве следствия вот из вычисления поляризационного оператора получили вот такой вот бег константы связи с увеличением константы связи при уменьшении уменьшение расстояния когда вы q квадрат увеличиваете минус q квадрат это все равно что вы все на меньше и меньше расстояние сближаете два электрона последнее что я на сегодня скажу и на этом закончим когда вы писали вот это соотношение а именно взяли и из всех наших поправок загнали и и 0 ну что сделали написали и 0 до из вершин написали его вместе с фотонным пропагатором но по идее у нас казалось бы есть еще и вершинные поправки есть поправки к внешним линиям да вот почему мы их сюда не стали писать почему мы их почему мы их не включали сюда да почему мы их не включали в эффективный бег константы связи это следствие чего какого соотношения но тоже 100 ворда она имела в качестве следствия связь между константы перенормировки да 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 громче за это 1 что за это 1 равно за 2 до у нас источниста орда было вот такое следствие за 1 равно за 2 до и благодаря этому тождеству у нас поправки к внешним линиям и поправки к вершине они сокращали друг друга и набитка и набег константы связи влияла только поправка связанная с фотонным с фотонным пропагатором да то есть общее соотношение оно такое она вот такое за это 1 1 1 1 2 то есть связь между физически наблюдаемой константы и затравочной константы но вот такое вот это у нас было было единичка поэтому связь особенно 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 простая ладно давайте мы сегодня закончим во вторник с вами